Здравствуйте! Приветствую всех гостей моих посиделок. Сегодня мы продолжим с вами вязание топа Медуза. На чем мы остановились в прошлых посиделках? Мы с вами связаны или вот такой с вами центр, центр нашего узора. Сегодня мы должны продолжить. В итоге у нас должен образоваться такой шестиугольник. Сегодня мы начнем вывязывание вот этих вот ананасов. А на следующем занятии мы закончим край и свяжем наши две детали, два шестиугольника в один топ. Ну что, приступаем. Провязали 10 рядов. Начинаем вывязыванием 11-го. Итак, провязали 3 воздушные петли подъема, столбик с накидом, 3 воздушные петли и начинаем вывязывание самого ананаса. Первый ряд ананаса. Мы делаем столбик без накида, предыдущий столбик с накидом предыдущего ряда. Далее 4 воздушные петли, 2, 3, 4, столбик с накидом предыдущего ряда, 4 воздушные петли, опять в столбик с накидом, опять 4 воздушные петли, и так, и так. Мы должны делать каждый столбик с накидом. У нас здесь вот этих вот воздушных петелек, воздушных богорков должно получиться 11 штук. Делаем. Вот мы провязали. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, одиннадцать. Обязательно проверяйте. Вы, знаете, ошибешься в самом начале на одну петельку, на ней на такой бугородчик, а потом только в самом конце я обнаружишь. И обидно, когда начинаешь все распускать и вязать заново. Дальше. Три воздушные петли. И снова вовнутрь два столбика с накидом. Так вот, начало нашего одиннадцатого ряда. Заканчиваем одиннадцатый ряд. Я просто хочу напомнить, что мы заканчиваем полустолбиком. Вот так вот. Три петли на крючке. Причем мы это делаем, чтобы у нас сместился узор, сместился эта петля куда-то в центр, чтобы мы начинали не из вот этой крайней цепочки, из петли, а то, что у нас по рисунку изнутри. Вот изнутри, под цепочку. Дальше продолжаем двенадцатый ряд. Опять три воздушные петли. Подъема столбик с накидом. Три воздушные петли. Раз, два, три. И теперь начинаем вывязывание вот этих цепочек из четырех воздушных петель под наши, вот эти арочки, под наши цепочки. То есть под арочку мы подводим крючок, провязываем столбик без накида. И снова четыре воздушные петли. Раз, два, три, четыре. Под вторую цепочку столбик без накида. Четыре воздушные петли. Раз, два, три. Четыре. Снова под цепочку. Вот такие вот у нас чешуйки ананаса получаются. Вы догадываетесь, что здесь у нас в этом ряду, в двенадцатом этих арочек, уже должно быть на одном меньше. Должно быть десять штук. Ну вот, мы провязали наши арочки двенадцатого ряда. Вот такой вот у нас уже получается ананасик. И снова навяжем по схеме три воздушные петли. И нашу дорожку. Два столбика с накидом. Два воздушные петли. И снова два столбика с накидом. Вот. Не забывайте заканчивать наш ряд, наше соединение полустолбиком. Мы уже начинаем с пяти воздушных петель. И опять под нашу арочку четыре воздушные петли. Продолжаем так же описать под нашу арочку. Последние четыре воздушные петли. Вот у нас уже, видите, формируется, какой элемент ананас. И здесь тоже пять воздушных петель. И наша дорожка. И снова пять воздушных петель. Вот. Что мы с вами уже навязали. Это провязано у нас будет 14 рядов. Заканчиваем 14 ряд. Так, одна воздушная петля. Один полустолбик. И переходим на 15. Обратите внимание, в 15 ряду у нас идет уже прибавление. Наша цепочка, наша дорожка постепенно должна будет расширяться. Поэтому мы здесь делаем уже, так, раз, два, три, три воздушные петли. И делаем не одну петлю, не один столбик с накидом, а два столбика с накидом. Раз, два, три, три. Вот, видите, дорожка у нас начинает увеличиваться. Дальше продолжаем. 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 опять под арку и снова цепочки из 4 воздушных петель под каждую парочку завершили последнюю цепочку 4 воздушных петель дальше 5 2 3 4 5 воздушных петель и переходим к нашей дорожке здесь у нас идет уже прибавка да здесь не два столбика с накидом а 3 1 2 3 дорожка начинает увеличиваться расширяться 3 воздушные петли 1 2 3 и 3 столбика накидом вот видите у нас дорожка начинает расширяться увеличивать дальше опять по кругу 5 воздушных петель и наши парочки и четырех душных петель вот нож наш 15 ряд 16 ряд 3 воздушные петли и дальше у нас идет мало того что увеличение количество столбиков с накидом у нас тут не столбики с накидом с одним а с двумя накидами вот посмотрите мы на крючок мы делаем 2 накида вовнутрь сначала провязываем 1 накид а потом провязываем 2 накид вот видите у нас высоту как увеличилась петля увеличился столбик следующий вот здесь у нас должно быть 3 столбика с двумя накидами и цепочка подъема из трех воздушных петель должно быть 4 столбика с накидами дальше идет цепочка из 5 воздушных петель раз два три четыре пять и опять начинаем вязать наши арочки обратите внимание начиная с этого ряда цепочки для арочек будут состоять уже не из 4 а из 5 воздушных петель считаем 1 2 3 4 5 раз два три четыре пять вот мы провязали в этом ряду у нас должно быть 6 считаем 1 2 3 4 5 6 6 6 арочек дальше снова 5 воздушных петель 1 2 2 3 4 5 и здесь у нас идет увеличение дорожки делаем столбик с двумя накидами и провязываем внутрь нашей дорожки вот 1 2 3 3 4 вот наши дорожки и изменения прожили и дальше провязываем цепочку из 4 воздушных петель смотрим на схему и снова 4 столбика с двумя накидами 5 так 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 как у нас получается теперь дорожки И снова 5 воздушных петель и наши следующие парочки из 5 воздушных петель. Это наш 16 ряд. 17 ряд. 3 воздушные петли и здесь у нас уже 4 столбика с двумя накидами. 2 3 4 Вот видите, всего у нас должно быть 5 столбиков с двумя накидами. Опять продолжаем. Вяжем 5 воздушных петель. 1 2 И наши арочки из 5 воздушных петель. 1 2 3 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 4 5 8 13 15 И переходим к нашей дорожке. А на нашей дорожке уже мы должны вязать тоже 5 столбиков с двумя накидами. Вяжем 2 накида. И 2 столбика с двумя накидами вовнутрь. Вот мы провязали 5 столбиков с двумя накидами. И дальше продолжаем вязать уже 7. И дальше вяжем цепочку из 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И снова 5 столбиков с двумя накидами. 2 столбика вяжем вовнутрь нашей дорожки. Оставшиеся 3 столбики с накидом предыдущего ряда. И снова 5 воздушных петель. и варочку. Вот результат. А это наша дорожка. Заканчиваем 17 ряд. Здесь тоже уже соединение делаем столбиком с двумя накидами. Вот эта длина должна соответствовать длине вот этой дуги из 7 воздушных петель. Так, переходим на 18 ряд. Вяжем 8 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше столбик с двумя накидами под арочку. Вяжем 3 столбика с двумя накидами. И дальше вяжем 2 столбика. С двумя накидами еще. Сначала столбик, где у нас воздушная цепочка из воздушных петель. петель. Потом во второй столбик с двумя накидами. И столбик с двумя накидами в третий. Всего у нас должно быть провязано 6 столбиков с двумя накидами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть. Дальше вяжем цепочку из 4 воздушных петель. Раз, два, три, четыре. И провязываем в этот же самый столбик еще один столбик с двумя накидами. Получается мы как бы из одного вывязали два. И в оставшиеся два столбика вяжем тоже по одному столбику с двумя накидами. Ну, говорю я, может быть и непонятно, а когда будете делать и смотреть схему, там все четко и понятно, как вязать. Я просто вам показала. А вы уже будете вязать по схеме. И дальше продолжаем опять же пять воздушных петель. Вяжем наши арочки у ананаса тоже опять. Вот, связали, у нас уже в этом ряду получается раз, два, три, четыре. Четыре арочки у ананаса. Дальше пять воздушных петель провязали. И теперь мы вяжем шесть столбиков с двумя накидами. Начинаем со столбика с накидом предыдущего ряда. У него провязали один, второй, следующий. Дальше в третий провязали столбик с двумя накидами. Делаем цепочку из четырех воздушных петель. Раз, два, три, четыре. Дальше сюда же столбик с двумя накидами. И в оставшиеся две петли тоже делаем по столбику с двумя накидами. Итак, мы провязали шесть столбиков с двумя накидами. Теперь вот под эту арочку из семи воздушных петель мы тоже будем вязать столбики с двумя накидами. Смотрим на схему. Три столбика с двумя накидами. Дальше цепочка из четырех воздушных петель. Теперь вяжем три столбика с двумя накидами. Вот свисали. Снова цепочка из четырех воздушных петель. Раз, два, три, четыре. И опять три столбика с двумя накидами. Вот эту арочку из семи воздушных петель. Дальше. Снова шесть столбиков с двумя накидами. Предыдущий ряд сначала. А что ты будешь делать неудобно? Предыдущий ряд. Три столбика с двумя накидами. Дальше. Дальше. Четыре воздушных петли. Дальше. Дальше. И снова три столбика. Три столбика с двумя накидами. Так. Вот посмотрите. Когда я вязала, тут все сумбурно получается. Трудно понять. А вот посмотрите. Теперь на наше вязание видно. У нас вот здесь будет образовываться новая дорожка. Новая линия. Здесь тоже у нас будет идти новая дорожка. Здесь будет идти новая дорожка. И здесь. И за счет этого у нас идет расширение нашего клина. Вот такой ряд. И так на сегодня мы закончили вязание. Я надеюсь, у вас хватило терпения и внимания. Заканчивать будем на следующих посиделках. Еще раз спасибо за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой видеоканал. Всего вам доброго. До новых встреч.